Новое историческое событие в череде политических дат. Сегодня Нурсултан Назарбаев выступил перед членами парламента Японии и заявил, что риски использования ядерного оружия сейчас выше, чем раньше. Никогда прежде ни один из лидеров стран постсоветского пространства не произносил речь перед депутатами этой страны. Президент Казахстана выступал почти полчаса. Нурсултан Назарбаев уверен, прежде экономического сотрудничества два народа связывают образ мыслей и непростые испытания, выпавшие на долю обоих народов. Мои коллеги внимательно слушали речь Нурсултана Назарбаева, чтобы найти точки соприкосновения. Поистине исторический момент. Еще никогда прежде в парламенте Японии с главной трибуны не выступал лидер ни одной страны постсоветского пространства. И вот исключительный день Нурсултан Назарбаев перед представителями законодательной власти страны, а значит перед народом всей Японии. Депутаты выступления казахстанского лидера ждут с нетерпением, готовясь записать важные месседжи президента Казахстана. Еще бы на повестке вопрос ядерного разоружения – важная и болезненная тема для двух стран. Особенно страна сегодня, когда существует угроза ядерного терроризма. А державы, обладающие этим оружием, не собираются избавляться от смертоносной для всего мира опасности. Сегодня риск использования ядерного оружия выше, чем когда-либо со временем окончания Холодной войны. Мир сползает в новый ядерный век, потенциально более опасный, чем предсказуемый. Одной из самых серьезных проблем 21 века является угроза ядерного терроризма, а также незаконный оборот ядерных и радиоактивных материалов. Беспрецедентный кризис доверия между глобальными игроками ведет к деградации и гарантии предотвращения применения ядерного оружия. Сегодня, как никогда, необходимо политической воле всех мировых лидеров повернуть вспять эти негативные тенденции. Политическая воля лидера Казахстана сделала свое дело, важное для всего мира, избавив его от самого большого ядерного полигона. Страна способствовала созданию безъядерной зоны во всей Центральной Азии. И сегодня очень важно создание глобального антиядерного движения, о котором говорит президент Казахстана. Завтра состоится мой визит в Хиросиму, где я намерен почтить память жертв атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки. И обратиться оттуда с призывом ко всему человечеству, что настала пора заняться всем парламентариям всего мира, всем простым гражданам взяться за то, чтобы побудить свои страны отказаться от ядерного оружия. Пока будет подход такой, великие ядерные державы продолжают у себя сохранять ядерное оружие, продолжают совершенствовать, а всем остальным, говорят, вы не испытывайте, не создавайте, не распространяйте. Так вопрос решить, наверное, будет невозможно. Президент напомнил, что с Казахстаном связаны судьбы многих японцев. Сегодня живы воспоминания о стойкости военнопленных, оказавшихся один на один с суровыми условиями выживания в советском Казахстане. И только благодаря его народу многим удалось спасти. Одна из ярких историй военнопленного Ахикаты Цура, который после освобождения из лагеря остался в нашей стране и отказался уезжать на историческую родину. 15-летний Ахито Цура, житель Хоккайдо, вместе с военнопленными попал в бывший СССР, где как враг народа был осужден на 10 лет, хотя никакой вины у этого юноши не было. Всего с 50 тысяч японскими военнопленными он отбыл свое наказание 10 лет на территории Казахстана, выйдя из тюрьмы 24-летним парнем, Ахито женился на нашей земле. Родились двое детей. Он стал гражданином Казахстана. Несмотря на ужасы сталинских лагерей, он считал Казахстан своей родиной. Нурсултан Назарбаев говорит о построении мира во всем мире. И здесь важен интеграционный процесс. Ведущие державы продвигают ряд проектов. Особняком стоят Евразийский экономический союз, китайский один пояс, один путь, где Казахстан играет немаловажную роль. И нужно понимать, что построение мирной, стабильной, процветающей, экономически сильной Евразии будет выгодно всем. Я высоко оцениваю, что Япония продвигает на нашей территории тоже качественную инфраструктуру. И мы готовы его поддержать. Поддержка Японии и казахстанских инициатив будет способствовать созданию объединенного евразийского экономического пространства. Нурсултан Назарбаев, обращаясь к парламенту Японии, рассказал, как из страны с неконкурентоспособной экономикой и неэффективной системой госуправления удалось создать благополучное государство. Быстрее и успешнее других стран СНГ провести масштабные преобразования. И сегодня Казахстан – крупный внешнеторговый партнер Японии. Объем взаимного товара оборота в прошлом году составил полтора миллиарда долларов. Я сегодня встречался с капитанами японского бизнеса, которые проявили большой интерес делегации к Казахстану. Вчера мы, премьер-министры МАБы, провели глубокие доверительные переговоры по всем направлениям политики и экономики. Я думаю, что мы хорошо понимаем друг друга. Мы создали исключительные условия и отличный бизнес-климат. Надеюсь, что у нас получится, потому что наша экономика дополняет друг друга. Казахстан для Японии – важный партнер в Центральной Азии, гарант стабильности. У двух государств есть потенциал для сотрудничества в экономике. Японские технологии и казахстанские ресурсы могут сослужить хорошую дружбу для двух государств. Ваша страна стала самой развитой в Центральной Азии. Казахстан уникально совмещает градостроительство и огромное территориальное наследие. Во время СССР ваша страна испытывала трагические последствия ядерного оружия. И сразу после объявления независимости вы приняли важное решение – закрыть полигон. И мы по сей день выражаем вам глубокую благодарность. В будущем году Казахстан и Япония отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Мы открываем новые дороги к будущему. И я уверен, что ваш визит даст мощный импульс, чтобы вывести эти отношения на новый уровень. Новый этап сотрудничества уже в рамках ООН. Япония вместе с Казахстаном в 2017 году в непостоянных членах Совета безопасности ООН. Совпадение сроков участия двух стран в глобальной организации открывает дополнительные возможности для взаимодействия. Только такое доверие, которое сегодня есть между странами, может сыграть важную роль в процветании региона и согласии во всем мире. Дмитрий Олеников, Айгуля Дилова, Едель Ермикбаев, Дулат Янтибеков, Хасену Маркулов, Алмасу Мергалеев. При поддержке ТРК президента. Итоги дня.